Светлана Адырхаева Театром Едины все эти люди Уже полвека Большой театр гордится Светланой Адырхаевой Вначале балериной, затем педагогом Она воспитала столько прим, что работа с ней кажется залогом успешной карьеры Вот и сегодня в премьерном показе спектакля «Капелия» Главная роль у воспитанницы Адырхаевой, Екатерины Крысановой Да и цвет кардебалета, ученицы прославленной балерины Второй звонок А Светлана Дзентимировна все еще за кулисами Последние наставления перед представлением А во время спектакля обязательно наблюдает из зрительного зала Я очень волнуюсь Я не могу вот так вот просто сидеть Я вот такая подтянутая, как будто бы я танцую Катя, она в общем-то все те же роли танцует, что я И я вот так вместе с ней танцую Как будто бы я помогаю, что ли, не знаю Всегда огромная ответственность, когда она в зале У меня именно перед ней И с одной стороны, это необходима для меня поддержка Светлана Дзентимировна, чтобы она была обязательно на спектакле Но с другой стороны, когда она есть Я не могу себе позволить не сделать чего-то того, что мы с ней отрабатывали в зале Если я знаю, что она в зале, я как будто под охраной Это что-то уже на уровне какой-то магии Она мне скажет как бы перед спектаклем несколько слов Она появляется в гримерке И мне уже спокойно Мне спокойно, что она здесь, что вот она дает мне последнее наставление Она смотрит на меня, как я выгляжу Потому что ее слово, ее мнение первостепенно для меня Светлана Дзентимировна, я думаю, гордость всей нашей республики Всегда как-то мы любовались ей на сцене Еще потому, что вот кроме техники, она была очень интересна Ее была физика, ее красоты ног, ее подъема Знаете, вот иногда даже говорили Человек, который своим талантом, своим трудом достигла самых высоких результатов И стала признанной балериной мира Всегда очень интересно, всегда очень любопытно Иногда с юмором, иногда строго Девчонок она любит Это я точно знаю Поговори со Светлана Это я целая история Светлана Адерхаева родилась за 2500 километров от Ленинграда В маленьком осетинском селении Хумалак Отсюда ее, восьмилетнюю, на рейсе счастливый случай Увезли в Вагановское училище Здесь она узнала об Алите все, о чем боялась спросить Вот у меня в младших классах была Варвара Павловна Мэйв Старших Елена Васильевна Шерепина Они были высочайшие профессионалы Они и одна, и вторая ученица Вагановой Знаменитая Агрепина Яковлевна Вагановой Безумно строгие были И это не так, и это не так И особенно вот уже в старших классах Я просто думала, ну что Елена Васильевна Шерепина Ну пусть она меня оставит в покое А уже, когда я стала артисткой И так оглядываясь назад Я понимаю, почему она мне не давала, как сказать, покоя Чтобы я там ленилась Педагоги, они учили собранности Не так просто было Все-таки мы маленькие были И без родителей И скучали ужасно И вот занимаешься, допустим Ну естественно, так смотришь в окошко Идут, гуляют А ты должна у станка стоять И делать эти какие-то упражнения Чтобы потом на сцене танец был вдохновенный Конечно, было все не так просто Парадная сторона балета Нежность и изящество В тени же он беспощадный деспот Но даже самого страшного зверя Можно приручить усердными тренировками В первый же год Маленькая Светлана вырезала это правило на своих пуантах Я помню один раз Значит мы У нас Елена Васильевна Шерепина Она еще преподавала артистам Мы знали, что она иногда опаздывает И вот у нас так раздевалка, где мы переодевались И зал балетный на третьем этаже И знаем, что опаздывает Уже звонок был А мы ля-ля-ля-ля в раздевалке И тишина Подбегаем А там одна только из наших девочек Дверь закрыта и занимается Мы в дырочку смотрим И она, Елена Васильевна, решила нас проучить И вот она с одной девочкой только занималась А мы за дверью Дверь закрыта Потом мы, естественно, извинялись Она нам хорошо по мозгам, как говорится, дала И уже потом, даже если она опаздывала Мы уже в зале стояли, ждали Она не знала русский Но он ей был и ни к чему Светлана в совершенстве овладела другим языком Танца На нем она могла разговаривать с кем угодно И убедить в чем угодно Слово надо переводить А жест понятен всем Позже русский она выучит Но и свой родной осетинский язык Не забудет никогда Ну я же не одна была У нас была целая группа С нами воспитательница поехала из Осетии Ольга Георгиевна Малтызова Очень хорошая женщина такая была И она как-то для нас такая Ну как сказать Как мама была, что ли Так как мы все вместе Если бы я одна То, конечно, я даже не знаю Может быть бы я и через год оттуда сбежала Так как мы целой группой учились Все-таки И мы довольно дружные были Девчонки Потом, чтобы мы не забывали свой родной язык Нам преподавали Даже у нас воспитатель был осетин И так во всех национальных группах Так что в этом отношении Учебный процесс там был поставлен Очень хорошо После училища Светлану Адерхаеву В составе национальной группы Отправляют в только что открывшийся Челябинский театр Там в 17 лет Балерина исполнила Главную партию в Лебедином озере В 1960 году На декаде осетинской культуры Светлане доверили шесть выступлений Уже следующий танец Она исполнит на сцене Большого театра Теперь Москва Ловит победный взгляд Адерхаевой В один прекрасный день Во время декады Все это учтите Сергей Гаврилович мне говорит Светлана Ты будешь 11 сентября Я даже запомнила число 11 сентября, 60-й год Ты будешь в Большом театре Танцовать Лебединое озеро Ряд вообще обалдела Вот представьте, да, молодой девчонки И будешь танцевать с Фадеевичевым Николаевым Партнер Улановой Плесецкой И вот представьте И действительно я танцевала Дебютировала Сейчас вот оглядываясь назад Действительно ведь это так и было Ну и после вот этого дебюта Меня пригласили в Большой театр Конечно, ужасно волновалась До этого еще была оркестровая репетиция В общем, мне дали возможность Немножко сцену тоже попробовать И, как сейчас помнят Ну, мне передали Карду Балет Ну, это поколение старшее Передайте, говорит, девочке Этой девочке Что зубры ее приняли Это оценка большая, да Высокая Приняли и больше не отпустили Большой театр Это всегда красиво и сложно Проверки на прочность Здесь устраивают всегда и всем Шаг за шагом Пируэт за пируэтом Балерина Адырхаева Выбивалась в примы Хочешь вертеться во всех главных партиях Работай Я думаю, что в каждой сфере Это присутствует Ну, если человек будет все время Только на это обращать внимание То из человека ничего не получится Очень плохо некоторые вот артисты Выпячивают наружу И об этом только и говорят Значит, они из себя ничего не представляют Я так считаю Меня лично эти неприятные моменты Наоборот, собирали больше Я серьезно говорю И слезы были, и все Но я себе говорила А я вот вам докажу А я вот покажу, как надо танцевать Я думаю, так должен артист себя вести Не обращать на эту грязь внимания Ведь она до сегодняшнего дня У меня прошла достаточно сложную жизнь Мы знаем, что народно-артистка Советского Союза Одна из самых лучших балерин планеты Но у нее были не самые положительные периоды Был у нее сложный момент Я всегда говорю, что я всегда говорю Я всегда говорю, что Лантиневна Пишите книгу Это действительно Я просто преклоняюсь перед ней Как она все пережила Как она все прошла через все эти испытания И не утратив И не утратив вот эту любовь к жизни Любовь к ученицам И самое главное Любовь к своей профессии, к балету Каждый спектакль особенный Говорит Светлана Дырхаева В ее сердце есть место К каждому выходу на сцену А их у нее было немало Да еще какие О них мечтает каждая балерина Воплотить на сцене Большого театра Лучшие партии Ей доверил Великий Григорович Я начала с Лебединого озера В этом балете станцевала Партия Адетты, Адилии И Каменный цветок Хозяйка Медной горы И в балете Легенда любви Партия Махмане Махмане Бану, царицу Уникальный балет И музыка И так талантливо поставлена Юрием Николаевичем Григоровичем И она мне близка по пластике По духу Потому что мы все-таки Кавказ, Восток По-особенному как-то чувствовала И из всех этих балетов Этот образ, наверное, ближе В каждом спектакле Артист должен донести до зрителя Этот образ, который ты танцешь Не просто только повторять движения Потому что, в принципе, у нас Лексика классического танца Все одно и то же Но как ты выразишь Ты должна понимать Где ты находишься в данном случае Какое время Вот тот же Спартак Там я танцевала И Дину Какая она должна Она совершенно Диаметрально противоположная Той же Махмане Бану Каменный цветок Хозяйка Медной горы Вообще шикарные балеты Мне в этом отношении повезло Много очень артистов хороших Но не так много индивидуальности Вот Светлана Лентимерна Вот как раз из тех Которые имели свою индивидуальность Поэтому она не случайно Наверное, была и занята В спектаклях Юрия Николаевича Григоровича А он умел Увидеть И разглядеть в артисте То, что ему нужно И поэтому он брал Артистов много было В Большом театре Но в свои спектакли Он брал всегда Какой-то определенных актеров И делал роли на их индивидуальности Вот она участвовала В тех блистательных его работах Григоровича Конечно, памятная легенда О любви Махмане Бану Конечно, и Гина Хозяйка Медной горы Классический репертуар Это и Лебединое озеро Это и Дон Кихот Это и замечательная совершенно по красоте Ее голубая птица Вот в спящей красавице Так же поясничку держу Раз Стоять Замри Вот так Вверх Гаси Стоять Ну, фокус где? Раз, два Раз Вверх Настя, вот немножко вот так было Помнишь, я тебе говорю Лопатка, носочек И сюда Во-первых, легче этот двойной урон Ты сгибалась, но ты немножко вот так была Так, а мне нужно вот Чтобы линия была И здесь тоже линия Не вот так А вот Как и карте Ну, давай еще разочек Репетиция перед премьерой Светлана Дзантимировна вновь готовит ученицу Анастасию Сташкевич Главной партии на сцене Ее партнер Ученик народного артиста Бориса Акимова А ведь когда-то Педагоги и сами Блистали на главной сцене страны Они и сегодня танцуют Но телами своих учеников Я пришел в 65-м году в Большой театр Светлана Дзантимировна уже танцевала Была премобалериной Большого театра И поэтому я ее знал, конечно Как замечательную совершенно артистку Она вообще из плеяды тех Блистательных совершенно мастеров Большого театра Которые украшали его сцену И я счастлив, что я ее видел на сцене И вот когда еще пришел совсем юным А потом так вот жизнь сложилась Что и уже встречаться с ней Стал бы репетиционно в зале Партнеры у меня были потрясающие Михаил Лавровский Борис Акимов Александр Богатырев Вячеслав Гордеев Марис Лиепа Все наше поколение со всеми перетанцевало Самое главное, что я много танцевала Со своим супругом Алексеем Закалинским Каменный цветок он, Данила был Лебединое озеро Там Супиняну Он очень талантливый человек был К сожалению Ушел из жизни У него была травма позвоночника И так очень серьезно Еще как бы в юные годы Мы и танцевали вместе И он ни одного моего спектакля не пропускал И на репетициях он был И всегда мы дома Разбирали спектакль Он мне, допустим, говорил Вот это хорошо, вот здесь надо еще дотянуть Он очень творческий человек был Ну там и арестовал И он как скульптор Он меня и в Спартаке вылепил И в легенде вылепил Так что у него дар такой был Ну вот так и безвременно ушел Уже 9 лет как его нет 11 часов утра Зал Григоровича Класс Светланы Адырхаевой Ни одного свободного места у станка Заниматься с прославленным педагогом Хотят все От совсем юных балерин До при Светлана Дзантимировна Помогает понять главное Не бойтесь падать И учитесь вставать У меня всегда Класс наполнен Девушками, балеринами И все ее как-то поддерживают всегда И все не то, что поддерживают А все исправно ходят к ней в класс Никто не перебегает Знаете, вот ходят к ней заниматься И я почувствовала Вот эту дисциплину, собранность Она всегда дает замечания Она всегда Причем она знает Что она говорит замечания Одной балерине И остальные должны тоже слушать Я невольно всегда Вот она там кому-то делает замечания Какие-то пожелания Кого-то исправляет Я невольно сразу на себя переключаюсь И я понимаю, что это не только Одной девушке было сказано Что-то в принципе должно быть сказано Всему классу И она же не тихо это говорит на ушко Она говорит громко Чтобы все слышали Не для того, чтобы обидеть кого-то А чтобы исправиться В общем, это как продолжение школы Школа, настоящая школа Понимаете? Вот как правоописание Так же у нас позиции Чистое построение корпуса Ну, много премудростей Как наставник она Вы знаете, вот я когда пришла в театр Думала, ну если ты хороший балерина Ты без проблем можешь стать хорошим педагогом У тебя большой опыт Багаж накопленных партий Скажу честно, нет Этого недостаточно Помимо того, что она потрясающая Гениальная балерина Чтобы руководить вот этим Трепетиционным процессом Нужно, мне даже кажется Обладать каким-то даром психолога Потому что у меня столько учениц Все с разными характерами В разном состоянии То есть ты можешь быть уставшей Когда надо нажать на тебя И поработать Когда надо сказать Настя, стоп, хватит На сегодня достаточно И я же не одна такая у нее Не одна Таких учениц у педагога-репетитора Светланы Адерхаевой Больше всего в театре 15 балерин Ей бы мемуары писать А она на собственном примере Учит летать Откуда? В ней столько энергии Си для меня остается Секретом Дай Бог здоровья Но этого мало Когда она заходит ко мне Я говорю, ну что? Она говорит, я могу взять Вот еще эту балерину Я говорю, спасибо Лучше поберегу вас Класса Мишлана Тимберна Это не просто урок Куда ты приходишь погреться Размяться После сложного спектакля И наоборот Подержать форму Нет Ты всегда чувствуешь себя ученицей Ты всегда приходишь Чтобы сделать Хоть малюсенький, но шаг вперед И вот так продолжается Ежедневно На протяжении уже 15 лет Дисциплина в классе Железная Эта хрупкая женщина На своем примере доказывает Что мягкая сила Горы свернет Она с одной стороны Очень мягкая В принципе Светлана Тимберна Никогда не повысит голоса Я никогда этого не слышала Но с другой стороны Что необходимо Особенно для молодых Потому что они Такие немножко ветреные Немножко ленивые Только выпустились Им кажется Что весь мир у них У их ног Что все будет валиться им в руки Для этого нужен рядом человек Наставник С таким вот Железным стержнем Как Светлана Тимберна Который сможет тебя В какой-то степени Немножко заставить И немножко направить Иногда Приснять тебе корону Это необходимо Куда бы я ни ужала Где бы я ни занималась Или когда по какой-либо причине Светлана Тимберна Не дает класс Мне этого жутко не хватает Я чувствую себя Как будто мое тело Не готова К сегодняшнему дню Мне неудобно Мне некомфортно Настолько я уже зависима От ее урока Вы знаете Ведь артист Очень часто меняет педагогов У меня К счастью Нет этой необходимости Потому что Мне со Светланой Тимберной Никогда не скучно Мне никогда не бывает так Что Ой, ну это я уже слышала И это я уже исправила Светлана Тимберна Всегда идет вперед И заставляет двигаться меня Всегда Находит новые краски Новые нюансы Усложняет какие-то моменты Девчонки Девчонки очень любят Всегда придумывают какие-то Ко дню ее рождения То футболки с фамилиями То кофты какие-то Классы Или адрхаевцы пишут Действительно Мы вот как адрхаевцы Такая немножко Немножко своя атмосфера Не похожая совершенно на других педагогов Которые дают в классы Было очень много всего За эти 15 лет Но всегда рядом была Слава Тимберна Для меня она все равно Очень мягкая И теплая И это вот Моя балетная мама А кто такая мама? Это самый близкий Дорогой человек К которому ты доверяешь Больше чем себе К совету К которому ты прислушиваешься Закрыв глаза Поэтому я считаю Что мне очень повезло Жизнь наша артистическая Она проходит быстро Также у Светланы За Тимберна Тоже все пробежало И конечно великое счастье Что у нее способности Оказались очень хорошие Такие педагогические способности Знания, которые она получила И вот ту школу Вагановскую Училище она получила Она конечно все это использует От тех своих педагогов Конечно А педагоги были у нее действительно Я бы не побоялся сказать Потому что они великие педагоги Понимаете? Я вот Когда танцевала Марина Тимофеевна Наш тренажный класс Она нас назвала Светка, Машка, Дашка Вот все Светка, дай за меня класс Потом, когда я в ГИТИСе училась Тогда завкафедрой был Знаменитый Ростислав Владимирович Захаров Знаменитый балетмейстер Который поставил балет Золушка, Бахчисарайский фонтан Он был завкафедрой В ту пору И будучи студенткой Второго курса Он мне вдруг дает Два курса Значит, эти Из какой-то страны были Мозамбик, что ли Заочники И Марина Тимофеевна И Ростислав Владимирович Они видели Какие-то во мне Педагогические данные Значит, это не случайно Вызывает восхищение Вот если вы возьмете Наше расписание посмотрите То чаще всего там Встретите фамилию Дархаева У нас одна, вторая, третья, пятая И так целый день она репетирует И, конечно, она не просто репетирует Ее ученицы, безусловно Являются прямыми балеринами Большого театра И Катя Крысанова И Настя Сташкевич И многие другие, которые сегодня являются Действительно украшением Балета Большого театра Настолько волевая, цельная Устремленная И самое главное Обожающая своих балерин Человек, который вкладывает в них Все самое дорогое, что в ней есть Она дает полностью Свою любовь своим ученицам Она за них борется Она за них готова, я не знаю На амбразуру просто бросаться Все зависит тоже от дарования преподавателя Потом еще, знаете, наша профессия Ну не только артисты балета Там и певцы, и драматические актеры Не каждый артист гениальный Да, он артист гениальный А как преподаватель средний Это очень часто бывает Знаете, я вам приведу пример Я всегда ее вспоминаю В Ленкоме была такая актриса Народная артистка СССР Ирина Алексеевна Фадеева Вот много в фильмах снималось Там «Мать Ленина» Я просто ее очень хорошо знала И я ее спрашиваю «Елена Алексеевна, а мы как раз поступили в ГИТИС учиться» Я ее спрашиваю «Елена Алексеевна, а почему вы не преподаете?» И только она мне говорит «А я не могу, Светочка» Я обалдела Я говорю «Как не можете?» «Не могу!» «Плохим педагогом быть не хочу!» Сказала она мне Я тогда еще как-то не совсем поняла Это же давно было И... А потом я... Поняла Что не каждый артист Может он быть гениальным танцовщиком Или вот как гениальная актриса драматическая Но она умная была Конечно, она могла преподавать Но она не хотела Она понимала Вот так же и в нашей профессии Для меня это очень важно Когда в зале мне комфортно Знаете Вот, наверное, это можно сравнить Когда человек целый день на работе Да, или там едет потом домой в метро Кто на машине, кто как И вот когда вы открываете дверь в своей квартире Вы заходите домой И происходит так Комфортно Вот когда я открываю дверь зала И там сидит Светлана Зантимирна Какие-то другие слова, наверное, не опишут того Что вот мне очень комфортно с ней в зале Наверное, мне тяжело достаточно подобрать слова Это очень дорогой для меня человек Очень дорогой И очень глубоко в сердце И это большая любовь И огромная благодарность у меня к ней Потому что она проводит со мной невероятную работу Я хочу рассказать такой интересный момент Когда я первый год проучилась в Ленинграде Приехала домой У нас такой двор большой И посередине груша лесная росла Может, она и сейчас там есть Не знаю И вот сидим с бабушкой Мамина мама И она мне говорит Ну, я вскочила Значит, как это Думаю, покажу ей И там прыгала, прыгала, прыгала Прыгала Значит, потом подбежала Рядом с ней села И дышу так тяжело-тяжело Она так меня обняла И говорит Ну А у нас на углу был книжный магазин На нашей улице был книжный магазин Так мир потерял хорошего продавца Книжного магазина И приобрел великую балерину Которая родилась в Осетии Воспитывалась в Ленинграде И состоялась в Москве Большая патриотка Она очень большая патриотка Настоящая осетинька Вот даже прожив все свои годы здесь В России Как бы Не забыл наши традиции Даже вот я стою И она вот проходит Ему надо вот так пройти Она не передерно прошла А сзади обошла Это как по-эстински Лагорожда Пушмахумаши Нет, так удивило Кто я такой Кто она такая И вот так Обходит Чтобы впереди меня не пройти Знаете в чем заслуга И вообще Величие Ярких людей Они Самым прямым Образом Провоцируют Следующие поколения Это человек Который действительно Прославил нашу республику А она стала признанной Во всем мире Представьте Она Уроженка Хамалага Маленькая Она взрастила Уже не одно поколение И дай бог ей здоровье Взрастит еще очень-очень-очень много Правда Она всегда рядом Я просто правда не знаю Что бы я без нее делала Я всегда говорю Что если бы не было Светлана Зантимировна Наверное Не сложилось меня бы Как балерины И Кати Корсановой И хочется ей пожелать Ну конечно Прежде всего Наверное Самое простое Это чтобы она была Всегда здоровая у нас Потому что будет здоровье И будет все Потому что учениц У нее много прекрасных И большой театр Она в нем И он с ней И это наверное Великое счастье Потому что в этом И ее жизнь Светлана Зантимировна Является Одной из самых главных Страниц Культурной жизни Не только нашей республики Но нашей страны И вообще Мирового балета Поэтому Это Наше все Целую Когда уже Перестала танцевать То Ну и честно Это так у каждого артиста Сны же бывают Да Допустим Ты Опаздываешь на сцену Слышишь там музыка И ты должна быть там На сцене Вот такие моменты Если ты с детства Вот как я с 8-летнего возраста Танцевала То естественно Уже От нас не зависит Спектакль Ну а завтра Все повторится Как всталь Утренний класс Репетиции Выступления Такой разный И такой неизменный Балет Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok